Здравствуйте! Дорогие мои друзья! Рада вас приветствовать на моем канале! Ну и я сегодня, как всегда, что-нибудь готовлю! Ну и смотрите! Сегодня мы испечем белый кето-хлебушек. То все было то с сольяной мукой, темной, а сегодня у нас будет белый хлебушек с миндальной мукой. Значит, для этого нам надо 110 грамм миндальной муки. 20 грамм бамбус фазер. Это клетчатка, бамбуковая клетчатка. Но я потом в интернете посмотрю, чем ее еще можно заменить. Я думаю, что или отрубями, или... Ну, не знаю. В общем, я напишу. Я сейчас погуглю и напишу потом. Значит, потом 35 грамм псиллиума. Разрыхлитель. Полторы чайной ложечки. Ну, соль чуть-чуть. И потом 8 белков. Вот здесь я отделила. А желтки я вот сделала вот в такую формочку. Я их заморожу и потом в дозочку, если надо будет, потом вытащу и использую их. Так, 2 столовые ложки оливкового масла. 2 столовые ложки сок лимонный. Так. Ну и 200 грамм воды кипятка. Ну и начнем. Значит, сначала мы высыпем все наши сухие ингредиенты. Не знаю, что у нас получится. Как всегда, сама экспериментирую. Поэтому... Так, чайную ложечку соли. Так. Все это мы сейчас размешаем. Так. Теперь мы сюда добавим наши 8 белков. 8 белков, это если... Ну, маленькие яйца. Я взяла 7. Потому что у меня яйца были большие. И поэтому я взяла 7. Вот, что-то попало. Вот так. И опять все это перемешаем хорошо. Перемешали. И теперь мы добавим 2 столовые ложки оливкового масла. Так. И 2 столовые ложки лимонного соку. Все это еще раз размешаем. Можно было, наверное, еще какие-то орешки добавить. Но я не буду. В рецепте там ничего не стоит. И я не буду. Так. Ну и теперь мы добавим наш кипяток. Вот, 200 миллилитров. Сейчас мы еще на весах свежим воду. Потому что там написано, что на весах. Так. Видите, больше получается на весах. Вот. Так у нас получилось 200 грамм. Грамм. А по миллилитрам 150. Ну, в рецепте стояло в граммах. Поэтому и я в граммах. Так. И теперь мы все это вольем сюда в наше тесто. И все это размешаем до тех пор, пока наше тесто не будет отставать от стенок. Ну, тесто получается красивое, хорошее. Посмотрим, что у нас результат какой будет. Так. Ну, вот. Наше тесто готово. Сейчас мы подготовим форму. Так. Печку я, значит, уже включила на разогрев. И я что-то захотела вот в этой форме постряпать. Тесто такое податливое. И мне кажется, что я его сюда хорошо вниз уложу. И оно будет... Хлебушек будет красивый. Так. Сейчас я руки маленечко смажу маслом. И хорошенечко разровняю. Все. Да, она хорошо укладывается. Вот она. Видите, как хорошо там. И посмотрим. В силиконовой форме. Всегда хорошо хлеб выпекается. Посмотрим, что у нас получится. Ну, в общем, вот так. Сейчас мы пошли к духовке. Ну, вот. Наш хлебушек спекся. Он уже остыл. Сейчас мы его будем выкладывать. Выкладывать. Вот. Вот такой он у нас получился. Красивый. Сейчас будем смотреть, что там у него внутри. Будем его разрезать. Ну, вот так он выглядит внутри. Ну, миндальная мука, она всегда как бы дает такую плотную структуру. Ну, сейчас я попробую. Вкусный хлебушек получился. Даже особо не чувствуется миндальная мука с бутербродиком. Вот. Будет очень, очень даже хорошо. Ну, в общем, вот так выглядит мой хлебушек. Готовьте со мной, повторяйте. Если вам нравятся мои рецепты, подписывайтесь, ставьте лайки. Пока-пока. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok